Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Кривенко Леонид Прокофьевич. Интервью и литературная обработка «Куренной». Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 1 июля 2020 года. Где я родился? В Одессе, на Бугаевской, 56. Кривенко Леонид Прокофьевич, 1918 года рождения, 2 июля. Отец, Кривенко Прокофьевич, 1885 года рождения, работал варщиком на сахарном заводе. Мать Мария Михайловна, 1884 года рождения, швея по дому у Бродского. Во время англо-французской интервенции в Одессу, когда мне было меньше года, наша семья бежала на дальник. Отец, мать и старший брат Коля. Была суббота. На второй заставе рвались пороховые склады. Меня со второго этажа бросили муторше в подол. Отца в это время ранило осколком в голову. Дошли до Новомиргорода, Кировоградской области. Там отец в больнице умер, так что до своей родины, Мглинский район, Черниговской губернии, ныне Брянской области, не добрались. Брат после этого заболел ангиной и тоже умер. Ему тогда года 3-4 было. Муторша через некоторое время вышла замуж за Павлушенко Василия Алексеевича, хороший мастер-плотник по дереву. Меня он не взлюбил, почти ежедневно избивал. Хорошо помню, как послал в лес нарезать хороших прутьев для метлы, что мной было сделано. Отчим взял прутья, зашел в мастерскую, связал их и за разную мелочь начал меня избивать. Требовал от муторши сдать меня в детдом. С этого дня я сбежал из дому и с 7 лет стал самостоятельно пробивать себе дорогу. В коммуне пас свиней, овец, коров. Спал в яслях, кормушка для скота и где попало. Все время один. Потом познакомился с хорошими цыганами. Богатые, красивые, все в золоте. И жалко, что я с ними не остался. Это был коллектив театра «Ромэн» Сличенко. Я ездил с ними по городам и селам Кировоградской области. Спал в шатре на пуховых перинах и ими же укрывался. Красивые лошади в упряжке с колокольчиками, чистый ароматный воздух, еда, жизнь. Все прекрасно было. Кур воровали. Цыгане любят кур, и я люблю. Были в таборе медведь, собаки. Как было хорошо. Жалко, что мало. А потом узнал, что мамины сестры, мои тетки, Алиса и Тамара вернулись в Одессу. Во время интервенции они тоже уехали из города, а теперь вернулись. Я любыми путями добрался на вокзал, сижу и плачу. Тетка одна подходит. А че ты, сынок, плачешь? А я, ну что, обманывать надо. Говорю. Папа и мама уехали, а я пошел купить конфет, и они уехали, а я остался. Плаксивым голосом. Куда же они уехали? В Одессу. А мы едем туда, давай мы тебя заберем. Новый хитрый. Да, такой хитрый был уже. Итак, приехал в Одессу, и в Одессе уже жил у теток на пролетарском бульваре 15, французский бульвар. Это дом застройщиков сахарного завода имени Бродского. Знаешь, где арка на канатную дорогу? Когда заходишь в эту арку, с левой стороны стоит дом двухэтажный. Вот, первый балкон, это шестнадцатая квартира. Тут я вырос, отсюда пошел в армию и так далее. И вот там я сидел и торговал папиросами. «Ленинградский жучок», «Купишь-куришь», «Экономические», «Цыганочка», «Сальви», «Порт», «Беломорканал». А где брали их? Да, где брал? Хе, находили. Вот так, да-да. С ребятами со двора, Мишей Абрамовым, Сеней Ссылкиным, Леней с первой парадной и другими резали хвосты и гривы у лошадей-бендюжников, которые стояли в районе пивзавода, стадиона «Динамо», дома специалистов, кинофабрики. За это я был задержан и сидел в подвале второго отделения милиции по улице Ленина. Ришельевская. Ножницы и конский волос у меня не нашли. По ходу бега по камышам у моря все выбросил. Поэтому дали хороших пачек и выпустили. Ну и потом, что же делать? На Свердлово, канатное, есть морское училище. Решил поступать туда. Пришел 140 рублей. Три формы купить надо. А откуда же у меня деньги? Пришел к теткам, а они? У нас таких денег нет. Ну и я бросил это дело. А муж одной из теток, дядя Леня, тоже работал токарем пятого или шестого разряда на заводе Гена. Это ЗОР, завод Октябрьской революции. Приходит, говорит. Ну что? Я говорю. Так и так. А ты не хочешь пойти в ФЗУ? Школа фабрично-заводского ученичества. Мы тебя устроим. А что я буду там иметь? И я пошел туда учиться. Получил специальность токаря по металлу, а токари тогда, ого-го, были. Это сейчас они работают задаром. И пошел работать. Сначала там работал, а после этого перешел на завод Марти. Это на спуске Короленко, Маринеско, как ехать к Пересыпскому мосту. На трамвае едешь, на буфер сел, проехал, кондуктор выходит, начинает гонять. И однажды один старичок говорит. А че ты, сыночек, так едешь? Тебя ведь могут в милицию забрать, могут побить тебя. Я говорю. А что? У меня денег нету. Это же с Пролетарского бульвара на Пересыпь двумя трамваями я должен был ехать. А ты иди в трамвайное управление работать. Так ты будешь ехать бесплатно. У-у-у. И я пришел на водопроводный один, поступил работать токарем в трамвайное депо. И стал вытачивать гужоны для сцепления вагонов. Заходишь в трамвай, показываешь удостоверение. Служебный. Ты такой герой. И там я работал до 1938 года. А в 1938 году, в октябре месяце, с трамвайного управления я был призван в армию, в пограничные войска, Кушка. Ныне Серхитабад. Самая южная точка Туркменской ССР и всего Советского Союза, на границе с Афганистаном. Здесь началось мое обучение. Во время этого обучения мне выпало счастье греть воду в Титанах. Привезли кучу корней. Я стал их рубить, а топор не рубит. Обратился к старшине. Тот засмеялся и говорит. Это саксаул. Небольшое среднеазиатское дерево. Он не рубится, а ломается. Через месяц меня направили на погранзаставу номер 17. Карабаба. Коня белого дали. Графон назывался. Я его так привязывал, и он не мог ничего делать. Прихожу утром. Весь грязный. Говорю. Что же с тобой делать? А надо мной смеются. Я первый год. Целый день его чищу, чищу. А начальник приходит, платочком проведет. Грязный. Купай его. А где купать в каракумских песках? И целый год я с ним мучился, пока не пришел другой призыв. И я уже передал этого дракона кому-то, а сам получил другого коня. Иртыш. Красивый такой. И вот второй год службы я уже с ним был. А ночью там такие морозы, так мы надевали шубу и шли на границу, если в пешем строю. А только солнце выйдет, все. Жара. Шубу снимаешь, шабанку положишь. Приходишь на заставу. Кто будет по такому-то маршруту, не берите шубы. Там в шабанке есть. Вот так менялись. 45-55 градусов жары. А воды нет. Вода привозная. В бурдюках привезут. Лошади флягу поднесешь. Она бедной голову так вот поднимет. Дашь ей, капля воды изо рта на землю не упадет. Панамы были на них. Одни уши торчали, потому что такая жара. На фотографии на перекладине в отряде Леонид Кривенко, Юрий Клейнер, призыв 1938 года, краснознаменный Тахтабазарский пограничный отряд. И как-то раз уже в 1939 году мы возвращались из наряда от 44-го погранстолба, это самый уголочек Каспийского моря, и обнаружили следы на контрольной полосе. А у нас самая лучшая связь была тогда. Выйди с заставы, стреляй, ничего не слышно. Поэтому, когда мы ехали на большие расстояния на лошадях, давали клетку и двух голубей. У них пистончик на ножке. Вынимаешь и пишешь. Снялся, и у вас столько-то времени. Пистон, голубь, хють. Он на заставу прилетает, и там уже знают, что есть связь с Кривенко. Сразу прибегает дежурный, ловит его, вынимает записку, смотрит, все в порядке. А если тревога, стрельба, и вся застава поднимается. И вот, значит, я дал голубе грамму. Иду в преследование. Я тогда уже был старшим наряда. Тут сразу приехала тревожная группа вместе с начальником заставы, старшим лейтенантом Полтавцем. И мы начали преследование. Прошли по этим каракумским пескам сыпучим. А у Вити Дереглазова даже лошадь упала от жары. И вот мы так. То я еду, он идет. То он едет, я иду пешим. И так мы добрались почти до Мары. Это 75 километров по каракумским пескам. И тут дозорный доложил, что банда уже проехала большой период. Уже никого рядом нету. Котловане сели, оружие сложили в козлы, а сами пьют чай. Начальник сразу разбил группу. Слева щель и справа щель. Впереди хребет, а за ним котлован. Ручной пулемет сюда, остальные с криками «Ура!» и клинками в атаку. Застали их врасплох, прижали к земле пулеметным огнем с хребта, повязали. Правда, немножко засуетились. И давай конвоировать на заставу. 16 человек с верблюдами. На верблюдах навьючина контрабанда, опий и другие наркотики. У каждого из этих афганцев по несколько пачек денег, наших, советских. И вот, приконвоировали их. И за это я получил в 1939 году двухнедельный отпуск в Одессу. Приехал в Одессу, а мы на заставе шили себе костюмы, сапоги делали, портупею, как офицеры. Я шел, на меня смотрели. Кто я такой? И после этого вернулся обратно на заставу. И был до 1941 года. Обстановка на границе в то время была напряженная. Вражеские лазутчики пробирались глухими тропами и лезли через горы. Но на их пути неизменно оказывались воины в зеленых фуражках. У нас были собраны представители всех национальностей. В том числе и одесситы призыва 1938 года. Филипп Ковальков, Степа Петрахаленко, Лени Барабанов, Петя Крохмаль. Наум Файнгерц, Яшка Гольдман и другие. С Петей Крохмаль, его, наверное, уже нет в живых, мы дружили. Он еврей был. Так я ему говорю, ты же жид. А он, я не жид, я еврей. Ха-ха. Говорю, а в чем разница? Жид это предатель, а еврей это хороший. И вот мы с ним с 1938 года, да раньше даже, по 2000 какой-то там год вместе были. Жену его и сына бандита застрелили, а сам он потом уехал в Америку. Это был мой друг. Чем вооружали пограничников на вашей заставе? В конном наряде, помимо клетки с голубями, каждый из нас имел на своих плечах винтовку трехлинейку или ручной пулемет Дегтярева. Один диск с патронами, две гранаты, бинокль, клинок. К седлу был привьючен бурдюк или брезентовое ведро с водой, неприкосновенный запас еды и другое. С такой выкладкой выезжали на охрану государственной границы и находились там по 10-16 часов. Вскоре началась Великая Отечественная война. Мы днем и ночью слушали тревожные сообщения бумажного репродуктора о том, что наши войска сдают город за городом. На заставе все, и я тоже, начали писать рапорты с просьбами об отправке на фронт, но нам сказали, что мы нужны здесь. А в октябре месяце, когда мы с товарищами были в наряде, в пешем строю, к нам прискакал конный посыльный и передал приказ срочно прибыть на заставу. Там мы сдали закрепленные оружия, боеприпасы, имущество и убыли в Ашхабад для общего сбора и отправки на фронт в Москву. Прибыли в Сокольники, где формировались части, и там я был зачислен 226-й полк НКВД. А 7 ноября 1941 года в составе 5-й роты 2-го батальона 226-го полка 42-й бригады был на историческом военном параде на Красной площади. Ого, так вы НКВДшник? Да, по жизни. С 38-го года и по 2004-й все время в органах. Трудовой стаж у меня больше 70 лет. Я имею более 70 благодарностей от кого только хочешь. Во сколько начался парад? Парад начался в 8 часов утра и через час кончился. В 4 утра нас подняли и из Сокольников повели пешим строем. Идем, а куда идем, не знаем. Все молчат. Потом на машины. Приехали, выходим. А я-то в Москве бывал. И когда дошли до ГУМа, тогда уже поняли. Мы идем на Красную площадь. И на протяжении всего пути до площади бесперерывно играла музыка и исполнялась песня «Священная война». Пришли, а там уже до самого мавзолея Ленина стояли солдаты. Мы встали напротив ГУМа. И там впервые я увидел Сталина, живого. И как впечатление. Ну, вы представляете, какой он красавец, да? А оказывается, у него оспа, и он такой маленький. Это впервые я его там увидел и больше уже не видел никогда. И вот тут он выступил со своей речью и сказал нам, что война наша справедливая, и наша миссия сделать все для победы. Мы шли, как говорится, или-или. Тусклые такие, черт его знает. 40 градусов мороза. Мы кавалеристы, так у нас еще были сапоги, а в пехоте обмотки и ботинки. Холодно, снег, тихий, лопатый снег в 41-м году. И после его этой речи, после его энтузиазма, ну, как тебе сказать, влитого в душу оптимизма к победе, невзирая на потери, мы пошли. А по какому критерию выбирали участников для парада? Не знаю, как заставы меня направили в этот полк, так я с ним на парад и попал. И вот прошли по Красной площади, оттуда по Васильевскому спуску на оборону Москвы. Первый бой, помните? Первый бой был под Солнечногорском. Это 25 километров от Москвы. Мы сначала все время были на обороне. Выйдем на какой участок, чем-то поможем, и обратно в Ногинск. Раз пять были ночные учения. Тревога. Поднялись. На полуторку 16 человек. На ЗИЛ 24 человека. Выезжаем. Кто забыл винтовку, кто клинок, кто вещевой мешок. А в вещевом мешке там все было. И продукты, и личные вещи, и так далее. Приехали в лес. Там рассыпались и тактические занятия проводим. А 6 декабря началось контрнаступление. Нас подняли в 4 часа утра и снова на полуторку 16 человек. На ЗИЛ 24. И едем. Не останавливаемся. Мороз 42 градуса, а на нас только зеленые фуражки, шинели да сапожки. Проедешь немножко, замерзнешь. И вот проедем, а потом сходим, бежим за машиной. Пробежали где-то с полкилометра, нагрелись и опять на машину. И снова начинаются. О, товарищи, а я забыл то-то. Будешь руками воевать. Уже не вернемся. Приехали в Солнечногорск. Первым делом надо где-то отдохнуть. Нашли какую-то школу. Зашли. Там полно сена. Начальство говорит. Давайте, проверьте. Мы начали это сено штыками проверять. Может, там кто-то есть. Потом час-полтора прямо с винтовками покемарили. Команда. Ружье. Поднялись и, как пошли вперед, гнали их, как, не знаю, как волков. Все войска, что были, все пошли в наступление. И шли просто, как река текла. Как пошли от Москвы, от Солнечногорска, их отогнали, так они и не останавливались. Бросали оружие бегом, бегом аж до Калинина, Тверь. А это километров двести. И вот тогда я впервые увидел фрица. Он уже, наверное, убитый лежал. Рыжий такой, здоровый. Так я подошел и вот так, штыком его. Ну, а потом мы куда-то стреляли. Я не знаю, попадал, не попадал. Потом уже пошло. А вот это, что я помню, была моя первая стычка с фашистом. Пленных брали? Ну, кого получалось, да. А кого нет, стреляли, будь здоров. А что же делать? А какое оружие у вас тогда было? Трехлинейка. Все, больше никакого. До рукопашной доходило? Нет, на рукопашном убое мы учились под Москвой. Так вот, когда мы освободили Клин и уже дошли до Калинина, пришел приказ Сталина войска МВД и КГБ снять с передовой для других работ. Но ты потом когда-нибудь узнаешь, какие мы работы проводили? Вернулись обратно в освобожденный Клин. А там то в подвалах, то на чердаках. Фрицы еще пооставались. Они же к морозам не привыкли, заразы такие. Кто надевал чулки или еще что-то такое, чтобы не замерзнуть? И стреляли паразиты. Последние пули выбрасывали. Мы думали, что уже как будто очистили город. И в это время меня ранило в правую ногу. Сидел паразит один в полуподвале и стрелял. Видите, как получилось? Прошел туда-сюда, ничего. А вернулся в освобожденный Клин, попал под пулю. Извините, а что за другие работы, о которых вы говорили? Ха, ну, другие работы. Это не говорится. Я не могу сказать. Не могу. Я сначала полежал в госпитале батальонном, а после этого в 42-м году меня отправили в Ленинградское пограничное училище, которое с началом войны было эвакуировано в Алма-Ату. Вот была красота. Мы приехали, там ни войны, ни зим, тактику проводим, а яблоки такие вот. В каком вы звании тогда были? Рядовой. У нас был командир, подполковник, забыл фамилию. Он водил нас в предгорье, где алматинка течет и сады цветут. И мы там сидели и вот такие яблоки жрали. Эти шесть месяцев, которые я там провел, мы вот так жили. Показывает большой палец вверх. Не думали о войне. Кончил я-то училище шестимесячное, получил звание младшего лейтенанта в 42-м году, и меня направили в 33-ю железнодорожную дивизию города Куйбышево на охрану здания, куда было эвакуировано правительство. Потому что Сталин остался в Москве и не выезжал оттуда до Победы, а все правительство переехало в Куйбышев. И вот, побыл там, а оттуда направили в Саратов, 121-й полка НКВД начальником гарнизона станции Паласовка по охране единственного железнодорожного моста. По которому через реку Таргун проходили все военные эшелоны к Сталинградскому фронту. Были какие-нибудь инциденты? Был один-единственный случай. Самолет фашистский прилетел, обнаружил и сбросил бомбы, но не попал на мост. А у меня в зоне охраны были женщины с сорокопятками. И как этот самолет прилетел, они убежали, бросили эти сорокопятки. Так я сообщил в Саратов, мол, дайте мне что-нибудь такое, а женщин заберите, это не дело. И прислали бронеплощадку со спаренным пулеметом ДШК. Пятерых ребят, о, таких как ты, и они встали. И вот, когда он в следующий раз прилетел, эти ребята как дали ему, и не знаю, сняли его или нет. Но факт, что больше после этого он не прилетал. Или он отлетел куда-то и упал, не знаю, но тут на нашей территории его не было. За это хотели дать поощрение, но кому это нужно? Мы такие были патриоты, какое поощрение? Работать и больше ничего. После этого охраняли Эльтон и Баскунчак, это соленые озера. И на этих озерах в свободное время наш гарнизон, 75 гавриков всех национальностей, строил ложные аэродромы с самолетами из фанеры. Фашисты летали и бомбили, а мы соль собирали, грузили на платформу и отправляли в тыл. И так две недели. А потом какая-то сволочь, видно, сообщила. Прилетел самолет один, бросил бочку. К бочке привязана рельса и проделаны дырки. Она летит и свистит. И на бочке написано, черной краской, какой аэродром, такие и бомбы. На фотографии. Кривенко Леонид Прокофьевич после окончания Ленинградского погранучилища в городе Алма-Ата. Сентябрь 1942 года. На русском прямо? Да-да, на русском. И после этого меня перевели на станцию Ахтуба. Это Капустин-Яр. Паром. Волга красная, крови полная. И Сталинград. Тоже начальником гарнизона по сопровождению и охране эшелонов с техникой и личным составом к Сталинградскому фронту. И там я был до 1944 года. Затем со станции Ахтуба я был направлен в Великие Луки. А вскоре всех оставшихся в живых офицеров отправили в 64-й полк резерва офицерского состава, в только что освобожденную Одессу. Полк разместился в здании бывшей книжной фабрики, в Турцдзевском переулке, ныне улица Веры Инбер. Командир полка был с протезом одной ноги. Фамилию не помню. Герой Советского Союза. Через некоторое время полк переехал в школу по улице Буденного, 89, Болгарская, в районе Алексеевского рынка, упразднен. И я стал работать в комендатуре на пересечении улицы Бебеля, Еврейская, и проспекта Мира, Александровский. Комендантом гарнизона был генерал Первухин. Мы патрулировали улицы с работниками милиции и наводили порядок в городе. В то время впервые появилось название «Черная кошка». Одну женщину, которая проходила по Приморскому бульвару в районе Потемкинской лестницы, ограбили бандиты. А до этого ей перебежала дорогу «Черная кошка». Она пришла на привоз и стала об этом всем рассказывать. И пошло по городу. Банда «Черная кошка». Когда Говорухин в Одессе снимал свой фильм... Судя по всему, речь идет о фильме, место встречи изменить нельзя. Я ему об этом рассказал. Но это легенда. Банда «Черная кошка» в Одессе как таковой не было. Были разные группировки, но ни одна из них не носила такое название. С началом Яско-Кишиневской операции часть нашего полка присоединилась к войскам, проходившим через Одессу, и с ними мы дошли до Унген, Молдавии, а потом двинулись на Румынию. Освобождали от фашистов города Галлац, Румыния, Шапрон, Венгрия, Баден, Австрия, Суботица, Югославия, Барно, Братислава, Чехословакия. Остановились на отдых в городе Сентполь. Это граница трех государств. Венгрия, Чехословакия и Австрия. И вот там, патрулируя территорию расположения части, часть номер 28-930, Третий Украинский фронт, 4 часа утра 8 мая 1945 года, из штаба части мы узнали о капитуляции Германии. Это была радость со слезами на глазах. Началось всеобщее рикование, стрельба из всех видов оружия, крики, ура, победа. Местные жители выкатывали на улице бочки с вином. А 9 мая я был назначен дежурным офицером по охране и режиму лагеря военнопленных и интернированных в городе Красавце Вене. Как к вам местное население там относилось? Вот в Австрии очень хорошо. В Вене меня один старичок себе на квартиру взял, и я у него жил. А были страны, где плохо относились? Знаешь, мы были такие молодые, что не обращали внимания. Где-то было хорошо, где-то плохо. Наша задача вперед, освободить и все. Когда мы в Вене стояли, там это чертово колесо наверху. Вот что я запомнил. А так, молодой, извини за выражение, девки. Да-да. А что, здоровые молодые ребята. Уже война-то кончилась. Сейчас пишут, что на освобожденных европейских территориях много случаев насилия было с нашей стороны. С нашей? Чепуха. Я не буду ручаться за всех, как говорится, в семье не без урода. Но таких случаев я сам лично не видел и не слышал. К нам относились. И мы относились. Добросовестно. Очень хорошо. На фотографии. Кривенко, Ульянов, Бонетато, Одессит. Шапрон, Венгрия. 1945 год. А в октябре 1945-го меня отправили в Москву. Приехал в Москву, говорю, так мне сказали домой. Какой домой? Есть не домой. И по распоряжении командования Москвы направили меня в УВД Хабаровского края. Приехали мы в Хабаровск, шинельки, зеленые фуражки и 45 градусов мороза. Бог ты мой. Нас одели в японские бурки, шубы. Вышли, друг друга не узнаем. Кто ты? Кто ты? И дальше. Река Амур, станция Пивань, Комсомольск-на-Море. Сейчас это город громадный. А тогда стоял один домик двухэтажный. И тайга была вырублена вокруг для постройки. А потом Сихотеолинский хребет. Началась война с Японией. И было указание Сталина сделать через этот хребет тоннель. А инженер Кузнецов, о котором я вам сейчас расскажу, доложил Сталину, что мы не успеем в срок. А какое ваше мнение? Мое мнение, делать три витка железной дороги по хребту. А кто же это делать будет? А там были заключенные, у которых срок по 20-25 лет. И этих заключенных столько там легло. Взрывают, а куда прятаться? Погибло столько, и все-таки сделали в срок. А этот Кузнецов прямо там заболел и умер. И по сегодняшний день наверху этого Сихотеолинского хребта находится станция имени Кузнецова. И вот мы жили на станции Мули, ныне поселок Высокогорный. А это непроходимая тайга. Одни клещи, медведи и нанайцы на нартах ездят. Знаете, это такая национальность. В нарты запрягают по 6-8 собак. Если видели, это нанайцы едут. Вот я там с ними был. И опять в должности дежурного офицера по охране и режиму лагеря военнопленных. Только уже японцев из квантунской армии. На фотографии. Васи Ульянов, Рязань. Леонид Кривенко, Одесса. Николай Дьяконов. Венгрия, Шапрон, 1945 год. И после этого я уже демобилизовался и в 46-м году приехал в Одессу. Не снимая шинели, зеленой фуражки, как был, так и пошел в органы МВД работать, потому что больше некуда было. Пришел в милицию, написал рапорт, думал, о, меня, наверное, обратно в армию возьмут. Приехали ребята, я рассказал им все. Тогда еще на Энгельса, Морозлиевская, возле парка Шевченко, был МВД. Пришел на второй день туда к ним, а мне дают предписание. В милицию города Одессы. Я говорю, да не, я в милицию не хочу. Пришел домой посоветоваться с теткой, говорю, так и так. Леня, иди, 600 рублей будут платить. И так я начал работу в уголовном розыске и проработал там 20 лет под руководством Давида Михайловича Курлинда. Именно Курлинд Дмитрий Михайлович послужил прототипом для создания образа Давида Гоцмана из сериала «Ликвидация». Это был мой учитель, который брал меня на все операции и многому научил. Душа человек. Таких и тогда было мало, а сейчас вообще нет. Я ему благодарен за все. И бок о бок с нами все время были наши верные соратники. Петр Горай, Кирилл Добринский, Михаил Каширин, Сергей Бражник, Михаил Лукоперов и другие. На фотографии. Курлинд, Давид Михайлович. А как вы сейчас к немцам относитесь? Осталась какая-то ненависть? Я тебе скажу, что у немцев рядовой состав был толковый. Некоторые даже предупреждали наших девочек на оккупированной территории. Мол, уходите, девочки, прячьтесь. Сзади идут эсэсовцы, которые будут насиловать и убивать. Вот так. Так что рядовой состав, не эсэсовцы, разные были. Но более-менее можно было с ними и жить, и воевать, и мириться. Сейчас видишь вот эта баба, которая там у них, Меркель. Она перекрутила все. И с немцами сейчас мы дружим. Они поняли, что с Советским Союзом воевать нет никакого смысла. Сколько их не будет, все равно мы победим. Хуже немцев вот эти бандеровцы. Если бы у меня был пистолет, я бы их сейчас стрелял. Сейчас рассказывают, что НКВДшники чуть ли не своим в спины всю войну стреляли. Как-нибудь можете это прокомментировать? Это все бутафория. Расстреливали, было, конечно. Но я вот за свою жизнь пальцем никого не ударил. Наклоняется и пристально смотрит в глаза. У меня чистые руки. Сейчас НКВД очень сильно грязью поливают. А, о, пускай поливают. Если бы не КГБ и МВД тогда, то сейчас поливали бы грязью нас всех. Мы своими манерами, своим энтузиазмом, своей практикой сделали все, что должны были. И благодаря Сталину. Все, больше ничего не знаю. Так благодаря чему мы войну выиграли, как считаете? Выиграли, потому что все, не только военные, как говорится, сплотились в единый кулак. Пошел энтузиазм героический. И все все вместе сделали с большими-большими потерями. И самое главное – победа в битве под Москвой. Это в первую очередь, откуда лед тронулся. Если бы не было этой героической битвы, мужества и стойкости тех солдат, не было бы ни Сталинграда, ни Ленинграда, ни Курской дуги. Я горжусь, что родился в Одессе и выжил ради Москвы. На фотографии. Воинская часть 28-930 управления тыла 3-го Украинского и Воронежского фронтов. Апрель-октябрь 1945-го. В городах Шапрун, Баден, Венгрия, Вена, Австрия. Слева направо сидят Александр, Леонид Кривенко, Евгений. Стоят Юра, Вася Ульянов, Анатолий, Николай, Павел. Дезертиров много было? Да, были, были. Но я тебе скажу, а я уже был в 42-м году офицером, что даже сами солдаты тех, которые трусились или еще чего, на месте расстреливали, никого не спрашивали. Ага, ты бежишь? Куда ты бежишь? Чик, и все. Назад отступаешь? На! А как же иначе было? Тот же самый Жуков никогда не ругал. Говорил, правильно делаете. Предатель уходит, а непредатель стреляет. Если бы народ, армия, ополченцы не были в едином кулаке, а как лепить рак и щука, то нихера бы, извини за выражение, не получилось. А когда совместились все, и каждый в одну цель, победу, вот тогда порядок. К приказу номер 227, ни шагу назад, как относитесь? Ха, отлично. Это правильный приказ. На месте расстреливать тех, которые не воюют и предают. Это не вояки. Такой приказ и был. Ни шагу назад. Шаг назад – пуля. Будь здоров. У вас были такие случаи? Да. Я лично не стрелял, но солдаты мои стреляли. Потому что я командую, а они же впереди. Иногда, когда надо поднять в атаку, то и офицеры вперед идут. А потом, когда уже пошли, то офицер возвращается назад и смотрит, кто сзади. Кормили как на фронте. Ну, как тебе сказать? Под Москвой там было уже да, а перед Москвой один горелый черный сухарь и две-три ложки каши в котелке на сутки. Вот такая была кормежка. А снабжение оружием, боеприпасами. А оружие – винтовка трехлинейная и пулемет Дегтярева. Все. А, и гранаты. Гранаты такие. Гранаты – лимоночка. Патронтажик. Вот это было у нас. И все. Потом уже пошло дело. А первое время очень тяжело было. С немецкими танками приходилось сталкиваться? Нет. Одевали вас нормально? Не мерзли? Ну, я же говорю, сапоги у меня были и шинель длинная. А когда пришли в Сокольники, так командир забыл фамилию. Полтовчанин. Здоровый такой. А ну, кавалеристы, извини за выражение. По яйцам обрез шинели. И пришлось шинели вот так отрезать, и они уже коротенькими стали. И пошли дальше. Песни какие-нибудь пели на фронте? Или не до песен было? Вставай, страна огромная. От первого парада и до конца. Все. Больше никаких. А к Сталину как относитесь сейчас? Дай бог, чтобы вы, ваши дети и внуки, при таком Сталине жили, как жили мы. Сейчас на него плетут, что он то, сё, стрелял. Это все ерунда. Были случаи, я не отрицаю. И в тюрьму сажали, и так далее. Тех, которые были против советской власти. Я 95 лет прожил, от и до. И хорошее, и плохое было. А что сделаешь? Иначе нельзя. 36 лет прожили под его руководством. Самые трудные годы. Ничего не было. Дошли до того, что в космос полетели. Сталин, дай бог, чтобы нашелся такой человек. На фотографии. 2013 год. Временами сижу и вспоминаю со слезами на глазах, как в холодные дни 1941 года, при 42 градусах мороза, в шинельке и зеленой фуражке, пограничник Леонид Кривенко, после парада на Красной площади, голодный, с одним черным горелым сухарем и парой ложек каши в котелке в день, мужественно, по зову партии, речи Сталина и народа, защищал родную мать Москву, цепляясь за каждый кусочек земли, орошая ее своей кровью и жизнями своих товарищей-фронтовиков. А сейчас ты, Леонид Кривенко, забыт, заброшен и никому не нужен. Отрывок из записки, найденной в рукописях. Интервью и литературная обработка. Куринной. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.